у меня впечатление что даже сознание тела минимально личное иногда у меня больше нет ощущений границ моего тела да это так она становится почти будто текучим и она больше не должно иметь личностного действия это даже не как личность которая расширяется чтобы вобрать других внутри себя это не так это сила это сознание которое разливается вовне и разливается в вещах видите слова то так вот составленное что вроде пытаешься умом в этом разобраться или каким-то области представить но сделать невозможно так вот новые супер ментальное сознание это просто есть сознание не статичное личное сознание когда вы но из какого-то определенного центра взираете на все этот центр анализирует все и вся ну и из него все проистекает вот этого центра уже нет здесь сознание которое равномерно растекается во всех направлениях действительно в беспредельность и в вещах во всех явлениях окружающего мира однако при этом это сознание полностью сохраняет свою индивидуальность но неограниченную индивидуальность эгоистическую когда вы действительно из какого-то центра взираете на этот мир а как это имело место раньше а сугубо божественная индивидуальность которая есть частью всего сущего вы это и это и пятое и десятое то есть становитесь тем с чем вы отождествляетесь если вы ни с чем не отождествляетесь в отчисляется целиком с божественным сознанием вы есть все и ничего если идет отождествление вы прекрасно знаете чем вы отождествляетесь и с предметом отождествления понятно то есть изнутри как бы из самой сути вы эти знания получаете без работы ума и от становится настолько очевидным что не требуется больше никаких доказательств того что вы состоялись наконец состоялись как результат божественной игры найди себя и теперь вы с некоторых пор становитесь просвещенным зрителям в этом театре жизни в театре режиссером которого является сам господь бог удивительная вещь вот я уже говорил что в ранней молодости при просмотре кинофильмов именитых режиссеров но итальянцев в основном вот ко мне вдруг пришла одна идея такая сумасбродная идея но она в общем то идея наверное все таки из моего сегодняшнего состояния вот из будущего как пришла ко мне вот что я мог бы или мне хотелось бы наверно поставить такой фильм в котором меня бы не существовало я режиссер на чтобы меня не было видно ибо в каждой картине я всегда видел автора автор который пытается навязать зрителю свое видение экранных событий то есть продавливает какую-то свою точку зрения идеологического не знаю там фитальная ментальная и вот мне хотелось сделать вот такой фильм и теперь я понимаю что мне тогда хотелось видеть мир не глазами человека глазами господа для него все нормально для него все в этом мире нормально в этой постановке понятно или не очень вот говоря режиссерах наверное ну наиболее близок что не вот по факту того что я хотел бы видеть это сокуров с кинорежиссеров но не дотягивает он все равно он не может дотянуть вот до этого но не может вы смотрели его фильм кое-какие видели да режиссер штучный в общем-то с этих фильмов можно уходить там через 10 минут ну обычно так и делаю там порнографии нет того чтобы вызывало живой интерес ну удивительный фильм у него у него замечательные документальные фильмы есть десятки документальных фильмов в интернете они есть я их всех пересмотрел он начинал с документальных фильмов и потом в художественных фильмов он пытался пытается выступить кинуть документалист ну вот показывает жизнь как она есть но глазами господа что ли как хотите опять из писателей платонов он пытался поставить фильм по платонову фильм неудачный сокров есть него фильм неудачный фильм ну ладно так вот платонов воспринимал мир не сильно уникальный человек способность у нее была воспринимать наш упадочный трагикомическими глазами бога единственный из писатель больше я не знаю таких писать поэтому он не понимаем абсолютно никому не нужен а для меня вону прям сладость нектар жизни один раз правда его можно читать а потом по одному это сам абзацу только от начала до конца один раз а потом по одному абзацу ну как на десерт и не пытайтесь его полюбить не получится и искать почему вы не понимаете или почему он вам не близок вот когда будет новое состояние вы поймете то есть из нового состояния понятным становится ясно и старую ста ничего не поймете еще плюс гоголь конечно так вот мед твои души да знаете все мед твои души критики говорили фантомы и жизнь он брал каких-то фантомов придумал это реально не существует вообще все это на придумано когда его спросили вы же что такое мед твои души что такое все эти персонажи он ведь это я вам не все есть это все есть во мне я себя писал вот сеть персонажи это то что в нас сидит он просто хорошо разобрался что в нем есть я с большим удовольствием могу посмотреть плюшкина в исполнении смоктуновского фильме швейцара мед твои души потрясающе совершенно смоктуновский в роли плюшкина там вообще все хороши но смоктуновский плюшкин это что-то феноменальное найдите фильм швейцар мед твои души и там все эти герои они там по порядку плюшкин найдите смоктуновский главной роли он его играет на это классик конечно мы так на всякий случай